Вот пришла посылка, сейчас в трек ставлю вот этот вот номер. Так, 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 сейчас посмотрим сколько она нам шла. Неудачная попытка вручения. Да, жену попросил, ей не дали, сказали мне эти. Вот смотрите, короче, 10 марта в Москве была и вот сортировка, сортировка, посылка прибыла в место вручения 17 марта. Она же еще 17-го, так, в Кемино 16-го пришла, ну неделю шла, короче, примерно. Сейчас я поеду получать на почту. Форма березка, кто не знает, сейчас распакуем и посмотрим. Номер трека вот переписал. Сейчас, ближе. О, асфальт как сняли летом. Так, новый никто не положил. И вот так вот там будет весь город. Вот так вот народ терпит это все безответственность. А они получают вот так по 400 тысяч зарплату. Вот такая безответственность, смотрите. О, город Кем. А ведь в Кеми, смотрите, сколько много всего для туристов интересного. Вот собор такой красивый. Как вот можно довести исторический город до такого состояния. Бывшее здание НКВД. И НКВДшики в 30-е годах сидели. Дорога в безобразнейшем состоянии. Никто ее не почистил. Да даже и не думал. Не то, что там чистить. Вообще даже и не думал. А нахер она усралась эта дорога в этом городе Кеми. Зарплату я получу, да и ладно. А народ вон хромает потихонечку. По скользкой дороге. Вот она посылочка. Пришла ко мне. От Хатемлянского Александра с Москвы. Сейчас поедем. Распакуем. Приехал вот до дома. Сейчас посмотрим, что там прислали. Форма березка должна быть армейская. Китайцами не пахнет там коронавирусом. А нет, это должна быть армейская. Вот такая вот. Такая вот березка. И молния тут. Я себе брал 50 размер. Вот такая форма березки. 2500. О, 52 даже написано. Вот 52 написано. Короче ребята, этот Хатемлянский Александр оказался обыкновенным мошенником и вруном. Смотрите, на этой березке нету никакого даже этого. Ни клейма, ничего. Ни штампа. Должен быть штамп. Сейчас я вам фотографию вот сюда вот приложу. Смотрите какой должен быть штамп. А тут ничего нету. Вот простая. Кусок ткани, говна. Который в подвалах шьют там в Москве и потом втюхивают нам. Обыкновенный мошенник. Который воспользовался моей добротой, чтоб я его пропиарил там. Не вздумайте у него ничего покупать. 2500 отдал. И оказалось все это фуфло. Тонкий материал. Смотрите, сейчас вам покажу. Вот поверишь людям, да? Сейчас. Так, возьмем этот карман, да? Оп. Смотрите, как криво пришито. Видите, как криво пришито? Сам материал тоненький, он просвечивается насквозь. Смотрите. Штаны так же вот уже сейчас порвутся здесь. Видите? Между яиц. Уже яйца почти видно. Вот такая вот березка. А я еще как дурачок поверил. Так что, ребят, извините меня и не вздумайте брать. Я сейчас это все удалю у себя там. Потому что вот такие вот бывают эти хотимлянские. Александр Хотимлянский. Я, говорит, у меня там форма, березка. Вот я такой дурачок. Не видел я березку форму. Без штампов, никакой военной даже печати нет армейского. Армейской. И пишет мне в сообщении там, причесывает меня, короче. Да это, говорит, мне такую присылают с армейской базы там. Какой-то там непонятной. Что это за база там какая-то. Ни одного штампа, ничего нету. Вот. Здесь должна быть пришита такая вот от завода-изготовителя. Размер, рост. Ну вот в этом месте вот здесь вот. Так что вот такие вот ребята, друзья, товарищи есть у меня, оказывается. Всё, не вздумайте больше у него ничего заказывать. Всё, всем пока. Если кто и заказал, одумайтесь и верните обратно свои деньги. Такие березки стоят, полторы тысячи вам белорусы продают. А так ещё с накомарником чёрным. Ещё и получше сшиты и потолще. Так что попал я где-то на тысячу, да ещё и плюс ездил, получать в очереди простоял. Чуть коронавирус не подхватил. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»